Друзья мои, всем привет! Я сегодня хочу немножко поснимать окрестности моего проживания. Я вышла погулять, пройтись. У нас довольно прохладно. Где-то 10-12 градусов, пасмурно, скоро дождик пойдет. И я вышла немножко пройтись и поснимаю вам Канаду, так сказать, пригородную, скажем так. Я живу в пригороде города Торонто. И я снимала когда-то на моем канале такое видео. Даже не одно, наверное, но у меня очень много подписчиков. Всем спасибо большое, что подписались и всех приветствую на своем канале. И я решила, что не только магазины, не только украшения, а может быть кому-то будет интересно посмотреть, что такое себя представляет пригород канадский, пригород города Торонто, потому что, наверное, многие здесь не были, может быть, никогда и не будут, но я вот, например, очень лично сама люблю смотреть видео на тему о других странах, о других городах. Ну, в общем, мне очень интересно. Я люблю смотреть застройки, так сказать, дома, палисадники, как устроена жизнь в других странах. И мне лично это очень интересно. Я надеюсь, что будет интересно и вам. Пойдемте, тем более, что сегодня весна, сейчас уже весна, много чего цветет у нас, много еще нет. Вот сейчас я вам покажу, вы увидите, что еще очень много деревьев голых, без листьев, но есть очень красивые уже кусты, которые зацвели, и деревья, акация, в общем, вишня, очень много яблони, очень много красивых цветов. Надеюсь, что они еще не облетели, потому что некоторые уже, как бы, сошли, как бы, красивые листочки, поэтому, красивые цветочки, поэтому давайте идемте смотреть вместе со мной. Ну что, вот это типичная улица, типичный пригород, типичные дома, застройки где-то начала 2000-х, ну, наш дом, во всяком случае, был построен в 2000-м году. И вот так вот они выглядят, вот, это соседняя со мной улица, наш дом выглядит примерно так же. Очень многие, вот видите, в основном у всех машины стоят на улицах, хотя во всех домах есть гаражи. Вот посмотрите, видите, вот эта вот большая дверь, серая и белая большая дверь, это гаражная дверь. То есть к дому присоединен пределом гараж. И, казалось бы, почему бы не хранить машины в гараже? Почему все машины стоят на улице у всех в основном? Дело в том, что в Канаде гаражи очень часто используют для того, чтобы хранить всякий старый хлам, который, знаете, никому не нужен, но жалко выбросить. Поэтому гараж, собственно говоря, занят барахлом. Мебель там какая-то, что-то какие-то старые вещи, я не знаю. Поэтому очень часто машины стоят на улице. У нас машина стоит в гараже. Я, в общем, люблю старый хлам, но не до такой степени. Я люблю себя больше, потому что зимой, когда вы уходите, чтобы выезжать, смотрите уже, какой красивый, как у людей уже красивые цветочки. Вот все-таки весна, прекрасная весна. Смотрите, у них очень красивое вот это вот дерево. Смотрите, какие красивые цветы уже. Короче, я начала говорить про гаражи. Я зимой, когда вы выходите из дома, чтобы ехать на работу или куда-либо ехать, то вы должны сесть в гараже, в машину, в теплом гараже и ехать. Или выйти на улицу, где снег, где машина замерзшая зимой. И это, конечно, очень неприятно. Поэтому я храню свою машину в гараже, а старый хлам выбрасываю. Посмотрите, вот какие красивые, бесподобно красивые цветы. Вот они уже распустились. Видите, вот те розовые. Я не знаю названий, девочки, вообще не знаю. А вот эти вот, а вот эти еще не все распустились, видите. Но скоро будут. Вот то дерево распустилось, а вот это еще нет. Но очень красиво. Вот видите, это такой типичный бакьярд канадского дома. Как правило, заборы непрозрачные. Как правило, заборы деревянные. И они... И они... Очень трудно что-то рассмотреть. Но... Да видите, как у них там красиво. У них там скамеечка. У них тоже очень красивое дерево. И вот такие вот деревья. Которые погибли, к сожалению. Видите, у нас, кстати, тоже вот эти туи. Видите, они все стали коричневые. У нас, к сожалению, тоже есть... Несколько таких деревьев на бакьярде. И они тоже у нас вот стали вот такие вот коричневые. Я не знаю, пришел им срок умирать. Или у них просто... Ну вот какая-то вот случилась с ними ситуация. Не знаю. Но тоже погибли наши деревья. Надо их как-то вырубать, выбрасывать. В общем, очень жалко. Такие были красивые. Может, я вам потом покажу. Их еще погнуло снегом. А вот это почтовые ящики. Вы знаете, что в Канаде почту не доставляют домой. Прямо в дом, я имею в виду. А вот доставляют вот такие вот почтовые ящики, которые стоят на улице. Каждый ящик относится к какому-то дому окрестному. И люди приходят сюда для того, чтобы достать свою почту. У нас тоже самое. Это точно такой же почтовый ящик. И мы тоже ходим к нему. Раз в неделю я хожу. Потому что чаще мне лень. И я никогда не успеваю. Вот видите, вот такой вот обычный забор в канадских домах. Вот такой деревянный. Он немножко прозрачный, потому что доски не вплотную. Но в принципе, трудно что-то разглядеть. А вот тот был такой каменный, чугунный. Это большая редкость. Где все красивые деревья? Я что-то иду-иду. Вот показала вам парочку красивых кустов. Но что-то пока не вижу. Вот видите, немножко уже начали распускаться. Такая зеленка пошла. А вон там есть красивое дерево. Сейчас мы его пойдем снимем. Видите, а очень много деревьев еще совершенно не распустившихся. Даже ни почек, ни листочков. Ничего такого нет. Канадцы очень любят свои дома. Я про это говорила уже не один раз. Что в Канаде люди тляпку не купят. Но купят, например, поменяют окна в домах. Поменяют двери. Прекрасят, покрасят все 150 раз. Будут ухаживать за своим полисадником. За своим газоном. Всегда, всегда возле дома. Перед домом вот какая-то вот такая вот типа... Ну, такая клумба должна быть. Видите, красивая дорожка. Вход в дом. Ведет лестница. Красивая такая каменная дорожка. Из цемента сделана. И вот у дома всегда вот такая вот какая-то клумба. А это уже тоже забор их букьярда. Который ограждает их как бы частную личную собственность. На которую заходить, по-моему, в принципе нельзя. Вот я пришла к белому красивому дереву. Это тоже довольно большой красивый дом. У него новая дверь. Новый вход красивый. И вот такое вот шикарное красивое дерево растет. Видите, как у нас красиво все распустилось сейчас. Жалко, солнышка нету. А так бы я... Было бы еще красивее это все. Ну, видите, вот тоже вот у них вот такая вот... Вот такой вот вход в дом. Красивая дорожка. Красивое дерево. И вот такая вот клумба с елями. С какими-то костиками. В общем, все очень ухоженно и очень красиво. Красивая трава. И вот здесь, видите, стоит табличка, что за этим... За эти территории как бы кто-то ухаживает. Есть компания, которая приходит и занимается уборкой. И уходом за их клумбой и за их травой. Вот это, кстати, видно. Потому что все очень ухоженно и очень красиво. И это стоит недешево. Вот еще одно очень красивое дерево. Я вас привела. Оно уже немножечко начинает отцветать. Боже, какие же красивые все эти листья. То есть цветочки. Как же это красиво. Вот любовалась бы, любовалась. Видите, немножко уже покоричневели. Так интересно, что некоторые еще не распустились. А некоторые уже совсем отсвели. Продолжаю мою экскурсию. Ну, вот такие вот типичные дома. Значит, кирпич это облицовка сверху. Вы, наверное, все знаете, что наши домики, они сделаны из говна и веток. Они сделаны из фанеры такой. Не фанерные листы, между которыми стоят такие деревянные балки. Но я хочу сказать, что они стоят много-много лет этим домам. Ну, много-много. Есть дома, которые вот так построены, они по 50 лет уже стоят и больше. И ничего с ними не происходит. Но снаружи, видите, они выглядят как будто очень такие серьезные, солидные. Каменные дома. На самом деле, вот этот кирпич или камни, это все облицовка. На самом деле, они сделаны из фанеры. Но сделаны хорошо. И они все как бы между собой похожи. Но в то же время все разные. Видите? Они как бы в общем в одном стиле, в таком. Но все при этом немножко отличаются. У нас, вы знаете, вот в нашем, во всяком случае, районе практически нету домов современного такого строительства. В принципе, есть дома современной постройки. Ну, в основном, вот все дома вот такие вот, как бы старомодные. Вот елочки синенькие. Вот, например, видите, такой большой дом красивый. Вот у них тоже там акация расцвела. И посылочка стоит у крыльца. Вот так у нас составляют посылки. Привозят. Амазон ли это? Или какая-то другая там доставка чего. Его привозят и просто вот так вот уставляют на крыльце коробку. И бывает, конечно, воруют. Ну, очень редко. На самом деле, ну, вот в нашем районе. Фу-фу-фу-фу. Просто я живу в хорошем пригороде, в хорошем районе. У нас очень редко бывает, что у нас пропадают какие-то посылки. У меня ни разу, фу-фу-фу-фу, опять же, ни разу не было, чтобы у меня что-то пропало. И вот посмотрите, какие красненькие красненькие цветуёчки распустились. Боже, какая прелесть, какая красота. И вот так вот стоят дома-дома. И вот здесь, видите, вход в парк. Не парк, а лес. У нас на самом деле так устроен город, что очень большой лесной массив оставился в городе. Его не вырубили. На его месте ничего не строили. А построили вот так дома вокруг. И очень много леса оставили стоять, как бы не тронутым. И вот этот вот вход в лес, вот это называется, видите, трейл. Из каждого практически района можно вот так попасть в лес. Он очень ухоженный. Это не совсем дикий лес, конечно. Там проложены тропинки, стоят скамеечки, чтобы вы могли отдохнуть, если вы хотите. В общем, очень классно. Здорово. Летом вообще прекрасно там гулять. Вот видите, у них тоже вот такой прозрачный забор. И виден весь бакьяк. Никакого прайвеси это не даёт, но это красиво. Мне всегда тоже очень нравится вот этот дом. И мне всегда очень нравится, как у них устроен вот этот вот их участок перед домом. Красивая такая клуба. Я уверена, что кто-то к ним приходит этим занимается. Вот здесь два красивых очень красивых красных клёна, которые ещё не распустились. Часто очень люди кому-то платят, потому что это очень большая работа. Вот это вот всё, вот это всё ухаживать. И вот здесь потрясающе было красивое дерево, которое уже опало. Вот это моя любимая была всегда, видите, поздно. Я пришла, уже цветочков нет. Короче, вот такой вот участок с такими вот кустами и вот со всем вот этим борт. Я абсолютно уверена, что это делает какая-то компания, к ним приходит и занимается тем, что окучивает, обогораживает, так скажем, их участок. Ой, ветер поднялся, наверное, меня будет плохо слышно. Вот эти ёлочки очень красивые у нас голубые. У нас очень много голубых ёлок растут. Посмотрите, какие же красотки. Прямо голубенькие. Голубые-голубые. Видите, какие большие, высокие. Но у меня есть одна любимая ёлка голубая. Я когда мимо неё прохожу, я прямо как... Прямо как прихожу к ней, как будто, знаете, вместо силы моей. Вот есть один дом, возле него растёт. Такая красавица. Знаете, я сейчас, наверное, схожу туда и вам её сниму. Такая красивая, ровненькая, просто настоящая красавица. Вот эти деревья, кстати, видите, они не распустились ещё, но они будут очень красивые. Такие плакучие, падучие ветки. И на них будут листья. Вот видите, почечки ещё. Эх, рано я вышла. Надо будет мне потом ещё пойти, когда всё уже распустится и появятся цветы. Видите, я хотела поймать вот эти вот красивые деревья, красивые кусты, вот эти акации, яблони, на которых ещё пока есть цветы. Но вот некоторые, видите, уже опали. А некоторые ещё вот не дораспустились. В общем, сейчас такое межсезонье, которое как-то очень трудно поймать в этот период. В Торонто есть целые районы, где можно прийти и фоткаться на фоне вот этих вот цветений. Сакура это называется. Ну, на самом деле, я не уверена, что это прям сакура, сакура, но во всяком случае вот такие вот парки, где растут вот эти вот деревья с этими белыми цветами, розовыми цветами. И там прямо инстаграмные девки прямо там сейчас просто там очередь стоят, чтобы подойти, сфоткаться. Вот такие вот мешки называются, видите, такой большой стоит мешок, называется Big Yellow Bag. Компания так называется. Эти мешки заказывают, это мешки землёй. Почву для того, чтобы... Для того, чтобы что-то высаживать, сажать, облагораживать участок весной. Вот нужно очень много земли насыпать. Так мне говорили, я вообще не очень с удовольствием, не понимаю ничего. Но и целый там, допустим, вот целый вот такой вот участок земли. Допустим, если его засыпать землёй, нужно очень много земли. Поэтому заказывают вот такой вот жёлтый большой мешок. Такая целая компания, которая привозит вам такой мешок. Плюхает его вам на фронт. Вот здесь я, но перед домом. И вы уже потом из него выковыриваете себе землю на то, чтобы вам благоустраивать ваш участок. Вот этот дом мне тоже очень нравится. Мне нравится, как у них всё сделано перед домом. Он такой, знаете, какой-то солидный, красивый. Такой простой. Ну, такая скандинавская простота. Скандинавский стиль немножко. И очень красиво вот тут какое-то деревце. Я даже не знаю, что это за растение. Такое всё так камушками выложено красиво. Видите? Нравится, как у них здесь всё устроено перед домом. Я один раз снимала этот дом. И приехала хозяйка на машине. Вот оставила машину, вышла и так посмотрела на меня, что я что-то фотографирую её дома. Она прям была очень недовольна. Поэтому я скорее иду дальше. Вот видите, какие здесь вот эти красивые. Они тоже как-то не до конца распустились и уже отцвели. Я не очень поняла. Посмотрите, какие нежные, нежные, нежнейшие, красивые цветочки. Я не знаю, что это за... Вот это, наверное, типа сакуры. Вот что-то. Или вишни. Или яблони. Наверное, сакура. О, боже, какая она красивая и нежная. Обалдеть. Вот у них лодка стоит, видите, целая. Они её выудили из озера и привезли. И два огромных вот таких вот жёлтых мешка, которые... Которые, собственно говоря, вот они все используют. В них земля. Ну, это просто чудесно. Чудесная идея. Хотела вам показать ещё этот дом. Люди явно такой с претензией на какие-то дворцы. Поставили у себя у входа вот таких двух львов. Я почему-то думаю, что они итальянцы. Вообще итальянцы страдают вот этой любовью к помпезным дворцовым каким-то скульптурам. Вот таким вот всё. И вход у них красивый. Видите, в дом деревья такая красивая. И до сих пор у них стоят рождественские ещё веночки. Не убрали её или не успели. Попытались за такой львы на тумбах сидят. Версаль. Прям настоящий Версаль какой-то. Вот она красавица. Она не прям не такая голубая-голубая, как вот я вам только что показала. Были такие прям голубые ели. Но это просто шикарное, огромнейшее дерево. И мне оно так нравится. Дом, конечно, у них тоже красивый. Я просто... Это моя подружка. Я так её люблю. Посмотрите, какие лапки у неё. Такая вот она большая, красивая елка. Ну, не нормальная я, конечно, я понимаю. А вот у них тоже, видите, вот распускаются. Ой, распустятся цветочки, но ещё не распустились. Вот такая вот она моя красавица. Я прям, когда её вижу, честное слово, у меня такая какая-то вот радость. На душе возникает так глупо, правда. Ну вот. Вот это тоже красивая елка. Очень похожая. Но она не такая. Она какая-то, видите, сверху толстая, внизу какая-то сужается. Не совсем такой идеальной формы. Хотя тоже очень красивая. Вот. А та просто... Просто необыкновенная. Как же я и люблю эту ёлку. Наверное, я на фоне этой ёлки закончу свой рассказ. Потому что я так замёрзла на самом деле. Мне так холодно. Пойду домой. Короче. Под ёлочкой записываю прощание. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Наша флора и фауна. Фауна у нас как-то... Есть фауны полно, но не попалось мне по дороге ни белок, ни кроликов, никого. И вот красавица бесподобная ёлка. Я на фоне её записываю с вами прощание. Надеюсь, что вам интересно было. Надеюсь, что вам было приятно со мной погулять. Погода подкачала, конечно. Но что делать? В Канаде ещё довольно прохладно. Всё. Люблю, целую. С вами была Дита. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok